Чтобы выехать из Белоруссии в другую страну, теперь придется просить разрешение и 35 дней ждать получения этого разрешения. Из России пока можно выезжать свободно, неважно и на агенты, или кто. Отопление загородного дома в Аргентине, ну небольшого, там 120 метров, в самую лютую зиму стоит 20 долларов в месяц за газ. А электричество в маленькую квартирку может быть, что ты заплатишь 1 доллар в месяц. Когда новая власть возьмется за ум и начнет нормальную экономическую политику, то такой халявы больше не будет. Русские в Аргентине ждут, что их жизнь станет подороже. Не такая халявная, как вот она была в последний год. Эти домики это не Норвегия, это ребята Турция. Вот еще необычные круглые, да, уже более консервативные. Это просто гостиница недалеко от Черного моря, от Достамбула здесь вот по прямой где-то километров 15. Я мимо ехал, у меня даже коптера с собой нет, поэтому, ребята, очень жаль, я не смогу вам показать эти прикольные дома с высоты птичьего полета. Ну ладно, давайте оглядим хотя бы так. Просто я понимаю, что человек это строил для самореализации. Если бы ему нужно было просто сделать бизнес, но он бы не выпендривался так вот с полукруглыми домами, он бы, так сказать, сделал попроще, квадратно-гнездовое и деньги, деньги, деньги. А все-таки миром двигают чудаки, у которых жажда самореализации, конечно. Кстати, вон там еще одна башня, это, видимо, первое его произведение, когда он, так сказать, еще делал немножечко его в таком малость турецком стиле. А потом уже вот этот человек, который строил все эти дома, начал продвигаться, и он уже стал ближе к минимализму. Видите, вот эти домики уже ничего. Вы спросите, какой минимализм? Ролик же про Аргентину. Да, Аргентина очень дешевая страна. Для эмигрантов и для русских прям прекрасный сейчас вариант. Но сейчас там победил Хавьер Малей на президентских выборах. Он очень экстравагантный человек, он матом ругался в эфире на весь политический класс Аргентины, тем не менее стал президентом. И вот все ждут, что он сделает экономические реформы, и в Аргентине все станет дороже. И я об этом расскажу в этом ролике. Но, ребята, для умных и для красивых, как обычно, все мои ролики. Поэтому для красивых я буду снимать удивительные дома в Стамбуле, чтобы все их наблюдали. А Аргентина будет. Смотрите дальше. Почему-то здесь сейчас работает дизель-генератор, как будто у них свет, что ли, выключен. Ну, неважно. Слушайте, каждый на своей недвижимости мается как может. Загородная недвижимость, дома, это всегда геморрой, геморрой, геморрой. Поэтому я, уехав из России, в общем, предпочитаю квартиры. Когда свежий воздух, когда красота, море, то не хочется маяться, вот строить что-то подобное. Уж на что, вы знаете, я любитель строить. Помните мой дом-куб, стоящий на ребре, построенный на перепаде высот 6 метров? Ох, геморроя с ним было больше, чем с любым из этих домов. Но больше я так строить не хочу, выпендриваться я так не хочу. Этот дом-куб я, кстати, продал в прошлом году, летом. Когда, помните, курс доллара был? 60 рублей за доллар. О, удачный был моментик. Хотя мы не знаем, какой будет курс доллара вот в ближайшие полгода. Сейчас он опять снижается, что-то там такое уже 85, по-моему, или 87 рублей за доллар, а было 100. Но мы все знаем, что все эти выкрутасы с курсом доллара в России, это все искусственное. Это все такое... Ох, нет, на бетоне играть в пинг-понг не годится. Мы с Егором каждый день играем в пинг-понг. Как у нас в жилом комплексе, в подземном этаже, где бассейн и вся красота, стоит стол для пинг-понга. И мы, конечно, шпарим. Уже квалификацию набрали. Боже мой! Этот человек чего только не делал. Смотрите, паровозик для души. Для души! И голубочки для души. Я же вам говорю, классный чувак, хозяин этого отеля. С ним явно интересно было бы выпить и поболтать. Но я думаю, он турок, хотя, возможно, он говорит по-английски. Так, а теперь смотрите, друзья, вот хозяин этого отеля. Вот человек, который все это построил. Два с половиной года, как он владеет им, оказывается, вот эта башня старая. И сейчас он мне расскажет, кто и как это строил и зачем. Но главное, что это государственная земля, все это в аренду. То есть это такой фанатизм. То есть ты строишь даже не на своей собственности. Этот отель открылся в 2019 году, рассказывает хозяин. Куле. Куле. Куле отель. О кулейде крал одасы япыжас, бое. Бештаны одасы япыжас. А башня была построена для короля. Крал, говорит. Этот человек. Ну, я не могу поверить. Он, правда, переводит. Ну, босс, местный начальник, главный на этой территории. Я не могу поверить, что эта башня действительно древняя. Мне кажется, это все-таки какой-то новодел. Так, ну я не удержался и, конечно, подошел ко всем этим шарикам поближе. Ну, Рахмат, принимай гостей. Показывай гостиничный номер. Это экотуризм. Грубая деревяшка. Для тех, кто понимает, из такой же грубой деревяшки сделаны вот эти вот кресла. Это просто полный кайф. И телевизор прикреплен. Видите? Вот это вообще-то поддоны. Но я вижу, они не юзаны. Они новенькие поддоны. На них еще вот сохранились эти все печати и так далее. Потрясающее, что вот это все хозяин сделал сам своими руками. Рассказал мне Рахмат. Ну, такой вот экологический туризм для тех, кто понимает, для кого это кайф. Деревянные грубые столики, креслица, сидушечки и все это. Ну, здесь не стекло. Здесь... А, это пластик, металл. Слушайте, это он сам что-то делал? Ну, вот джакузи. Джакузи. А как же, так сказать? Иначе нет счастья русскому человеку в жизни без джакузи. Так. И... А, это что? Это не банька случайная? А, это туалет. То есть туалет и душ отдельно, а джакузи там. Ну да, ну да. Слушайте, что он эти дверцы сам... А, судя по всему, он эти дверцы тоже сам сделал. Крючочки дедушкины. Все. Все душевно по-настоящему. Слушайте, ну хозяин фанат. Феноменальный фанат. А, кстати, три дня назад у нас тут в Стамбуле снег выпал. А сейчас все, опять 18 градусов, солнышко. Вот такой тут благодатный край. Конечно, на далеком севере людям жить незачем. Раньше люди туда убегали от фашизма, от царизма, от ужасных тиранов, которые норовили народ гнать на пушки-пулеметы. Теперь другие времена. Воевать никому не нужно. Поэтому можно всем спокойно перемещаться в теплые края и поселяться где угодно. Тем более, что вот Турция. Ну смотрите, сто лет назад здесь вряд ли можно было купить землю или домик, потому что ничто не ставило на кадастровом учете, как ты купишь. Ну ты должен тогда с пулеметом сидеть на этой земле и охранять то, что ты купил. А если купить и уехать, то не вариант. То есть вот за последние сто лет мир открылся для всех. И сейчас хочешь, покупай в Турции, хочешь, покупай в Аргентине, хочешь, разъезжай по всему миру. В Аргентине на этой неделе случились президентские выборы. Победил такой удивительный человек Хавьер Милей. Я вам его пророчил еще три месяца назад, когда гулял по Барселоне. И его называют популистом, экстравагантным человеком. Он обещает currency board, то есть привязать национальную валюту аргентинскую к доллару США. Потому что их песо обесценивается в два раза за год. Такого нигде на планете больше нет. И в Турции такого нет. Да, здесь, так сказать, национальная валюта дешевеет существенно меньше. И, в общем, аргентинский народ уже устал от этого беспредела. И беспредел этот устроили социалисты, которые за все хорошее против всего плохого. И, кстати, вам будет интересно узнать, что, например, отопление загородного дома в Аргентине, ну, небольшого, там, 120 метров, в самую лютую зиму, вот, стоит 20 долларов в месяц за газ. Почему? Потому что чудовищные дотации. А электричество в маленькую квартирку может быть, что ты заплатишь 1 доллар в месяц. Ну, может быть, не в самый лютый холод, а так себе, в межсезонье. Сейчас в Аргентине весна, если хотите, поезжайте, только туда, я подозреваю, билеты стоят адских денег. И вот, это дешевый газ, это дешевый свет. И русские, которые туда едут за дешевизной, они так немножко, им взгрустнулось. Они понимают, что, когда новая власть возьмется за ум и начнет нормальную экономическую политику, то такой халявы больше не будет. И 20 долларов за газ, за загородный дом, нет. 120 – справедливая цена. Вот. И ждем этого здравого смысла, но русские в Аргентине ждут, что их жизнь станет подороже. Не такая халявная, как вот она была в последний год, когда национальная валюта, аргентинский песо, обесценился ровно в два раза. Я, в общем, к чему все это? Мне кажется, что жизнь одного качества во всем мире будет примерно стоить одинаковых денег. То есть, в Европе и Америке она подешевеет, спустится с небес на землю, на адекватную землю. В Турции, я считаю, вот уже этот средний уровень, вот этот вот кинг-сайз уже достигнут. А Аргентина подорожает, потому что сейчас там частная школа в Аргентине стоит 200 долларов в месяц. Английский, испанский. Мне об этом рассказал чувак, который уехал, но это не Буэнос-Айрес, а 400 километров от Буэнос-Айреса к океану. Вот, так сказать, среди эвкалиптовых деревьев, среди какой-то невероятной красоты, но 400 километров от Буэнос-Айреса, на океане, да, 200 долларов в месяц за частную школу, где английский и испанский. И тот, и другой прекрасный. Ну, правда, испанский с акцентом, со странным, а английский, все, преподаватели прям понаехали из англоговорящих стран, носители английского. Там английский будет прекрасный. 200 долларов в месяц, ну, конечно, это несправедливо, да. Должно быть, ну, 450-500, вот, на мой взгляд, справедливая цена за самую лучшую дорогую школу, повторяю вам, в Аргентине. Ты говоришь, что здесь музей какой-то? Так подожди, вот эта часть музея, вот эти вот страшные... Да, музей находится... Это что, реальная рыба? Это не пластмассовый кусок, нет? Да. Такое ощущение, что... А, пластмассовый, мне кажется. Вот, за той дверью, но... А, дверь закрыта. Ну, не будем, да, напрягать. Пойдем, так сказать, посмотрим, все-таки, главные людям... Башня, башня, все хотят башню. Вот здесь бывший ресепшн, можно сказать. А, ресепшн дома отдыха турецкого, как он был там 50 лет назад, условно говоря. Да, поднимаемся на втором этаже, на втором этаже находится бар, как я понял. Бар, так, бар, бар, бар. Это подобные помещения. Ага, а вот бармен тут сидит. Самое главное, сейчас будем на Черное море любоваться, видимо, да? Да. Так, и вот самое... Честно говоря, я думал, меня здесь сдувать будет, но пока нет. Пока ветра нет. Но иногда, наверное, бывает. А, подветренная сторона, не подветренная сторона. Все, да, здесь уже ветер. Видимо, на этой башне всегда есть половинка, где сидеть комфортно, и половинка, где сидеть некомфортно, потому что ветер. Ай да хозяин, ай да молодец. Надо же с душой человек отнесся. Причем 35 лет парню. То есть он дело своей жизни начал вовремя. Представляете, что он к 50 годам понастроит? Это у него будет здесь просто башня на башне, и пол леса человек еще купит и превратит в гостиницу. Молодец. Можно ли купить гражданство Турции за 260 тысяч долларов? Смотря у какого застройщика. Вот у этого можно. Вот эта новостроечка, здесь однушечка 130 тысяч долларов. А оформят ее за 200. Официально, официальная оценка, все нормально. Ох, не навернуться бы. Значит, 130 плюс 130, получается гражданство. То есть вы заплатили реально 260, а вам оформили гражданство, которое официально в Турции стоит 400 тысяч долларов. Все без дураков, без обмана. И, как обычно, телефон прямо на экране. Вы же любите обращаться без риэлторов. Вот и, пожалуйста, покупайте здесь напрямую у застройщика. Самая лучшая квартира, вот вторая сверху. Там двушка, 2 плюс 1, с видом вот на это море, на всю красоту стоит, ну, если жесткий торг, 180 они отдадут. И сейчас поднимемся, посмотрим, как это выглядит изнутри, готовый вариант. Внизу под всеми этими домами, это подземные гаражи сплошные, заезжаешь. А вот этот домик, в котором я сейчас нахожусь, это спортзал. У него сверху открытый бассейн, вот, и сейчас мы посмотрим, готовую квартирку, какое тут качество отделки. Две спальни, кухня-гостиная, шкафы, поехали. Ну и, собственно, ну вот оно море, вот оно родимое. Я целый год снимал квартиру с видом на море. Прикольно, завораживает. Утром так сидишь, завтракаешь, или там монтируешь ролик. Ага, значит, на море я буду любоваться один. А, ну еще вон с тех балкончиков кому-то тоже слегка море будет видно. На той стороне бурса, куда либо плыть полтора часа на кораблике, либо ехать на машине часа, по-моему, три, как бы не все четыре. Я в прошлом году там купался, вот, а иногда оно видно прямо отчетливо, какие-то там горы. Там в бурсе даже какой-то минимальный горнолыжный курорт. Но я там не был зимой, даже не представляю себе, неужели настолько высокие горы, что можно купить домой на лыжах. Не знаю, не знаю. Короче говоря, вот это вот по русским меркам полноценная трехкомнатная квартира стоит у них, вот, с адским дисконтом, со всеми скидками, с жестким торгом 180 тысяч долларов. И еще раз я вам хочу сказать, звоните напрямую к застройщику, как вы любите. Редактор субтитров А.Семкин